Субтитры делал DimaTorzok 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 Аминь 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 сейчас ну там всякие разные секты даже название их не знаю какие и все мы все за вас молились это так видно зримо благословение до благословит вас еще больше до этого они нападали видя как я яшу подношу к икона но детей это зачем к идолам приучаете бог сказал не надо ну тем более детей я не умолкну никто меня не упрекает везде нападает на православных а но это просто протестанты оказались православие ну если вы там оказались как же вы можете видала толобузать опять они не могут это первоначальные на чем они отравились а на меня даже нападение этих нету ну один-два там заикнулась какая-то женщина то есть мы были благословены и благовестие наше вот это она распространилась на весь мир я вчера только нащупал одно место зашел большой большой ареал такое место где а православных и там чуть не половина про нас православные на благовестие воскресательный знак и кто-то разделил по частям наши встречи здесь мои проповеди в епархии где было и что я говорил они по частям разрубили и все это благорасположенное чтобы с критикой ни одного ни одного слова нигде нету даже друг кемеровской епархии нигде не проявляется и я даже не могу найти ее где я больше всего молился за них там такое безумие выходит в сети это на интернет узнается сеть появился волк во вещей о шкуре это игнатий лапкин волк во вещей о шкуре волка вы не знаете волка волк это очень сильное и умное животное оно гоном берет даже лось от него не может спастись он может гнать двое суток не останавливаясь ну если за мной признали я определенное качество могу взять господь же не сказал что все плохо в таком то где то написано лев из колена иудина о лев но лев при кающе еще ходит не забывай одним те же и христос и дьявол но только качество одни ко христу а кровожадность его злобность к дьяволу приписывается а лев как царственные животные у волка много положительных качеств это санитар притом санитар такой что и же хороший порежет половину но как бы они не думали обо мне но по чужую шкуру под имитации я никогда не шел это явно что ложь а зачем мне чужая шкура а вещи шкуры я какой есть такое есть ничего не скрываю вот эти собрания сегодня вечером все в интернете будут у меня ничего не скрывается все говорят вот это можно было говорить но можно было но это вот открыто так все я подвожу все это как бы к собранию подготовка у нас было благовестие через книги главное это книги и сейчас везде говорят там благовестие и книги и где мы снимали и это все как я выступаю в библиотеках и прям ролики идут фотографии ну одно то что я выпустил из рук а ну а второе расположены люди наши еще не могу понять кто это делает при том с большим расположением так вот книги некоторые кончаются переиздавать я их не буду пусть кому надо переиздают хотя мне уже говорили что переиздают без моего ведома без моего согласия переиздают в лучшем варианте с твердым переплетом из которой мягкие были и даже в монастырях уже вот ну кончились стихи это первая была книга я дальше не думал издавать ничего но не кончились я оставлю не себе хотя бы экземпляров несколько чтобы важные будут люди им подарить но надо переиздать и вот я вам говорил об этом как я думал переиздать по 1200 страниц 240 страниц иллюстрации будет и пошел я в ту типографию где издавали я считаю почти все книги может быть две-три без них а так все 38 книг изданная через бельгард надежду ивановну у них типография спектр называется это хлебозавод был здесь ну прям совсем недалеко и вот она мне все выписала посчитала но я промолчал со стула не упал до дома дошел подумал и твердо книги не издать она горит вот только что месяц назад стоимость увеличилась ровно в два раза в два я об этом говорил почему лес гонят туда издают в китае нас наши приспособились книги издавать в китае привозить сюда там дешевле потому что нет этих накруток и плод не поеду же я в китае издавать стихи хотя все возможно мне тут по интернету говорят тут библии сейчас издавали мы издали в китае привезли намного дешевле но какое качество китай это все плохое но я не знаю но мысль о китае у меня нету ясно дело что надо что-то делать смотрите как выглядят сцены в клейка на той которая цветные фотографии только на один том 143 тысячи пятьсот пятьдесят рублей только фотографии все это подсчитано все как надо печатать чтобы напечатать напечатать на бумаге 396 тысяч 300 рублей напечатать обложках корочки 12 тысяч ну и все подсчитали только один том издать пятьсот шестьдесят тысяч два тома издать ну умножай то есть так она еще там не взята кое-что то есть миллион триста тысяч но это явно что он это запредельно и я даже не стал мне мне хоть рубль хоть миллион у меня ничего нет и поэтому я не трясусь над этим вся надежда на бога но я все таки решил еще раз посмотреть как это лучше издать и может быть маленько подешевле может быть их смутило что такая книга вот какие у меня данные не переиздать не книгу эту который первые стихи а которые у меня вышли с 2003 года по 2010 за 8 лет за 8 лет это 3112 стихов каждый стих 8 куплетов по 4 строчки как раз одна страница у каждого стихотворения эпиграфы из библии это 3112 будет выдержек из библии я помню мне как по рукам ударили я почти сейчас не занимаюсь но опомнился через два дня как как рыбу глушат когда вот она плавает пузом кверху на реке я в таком положении оказался и охота и и тем более думаем летом начать снова благовестия уже в другой части нашей страны но пока не знаю получается у меня так а нужно чтобы цифра сколько страниц будет делилась на 16 16 это которая сворачивает листья 16 страниц точно 16 и у меня как раз все подошло 4 книги по 800 страниц то есть вот какие у нас вон те лежат книги но к ним добавить еще 48 страниц вот такие вот ну и фотографии будет там два три раза больше по 700 страниц вот последнее стихотворение написал вчера в архивах долго лазил 12 ноября десятого года я прекратил писать еще попытки были по одной строчке но сумел себя победить и больше ни одного стихотворения не написал как от пропуги я перестал говорить но мы еще все-таки в москве пришлось обвлекли меня в стихарь это все выставлено и пришлось говорить значит помолиться об этом и старт сектанты разы мы настолько уверены что вас бог благословляет что у вас все получится такое прям воодушевление все получится но я не знаю получится если я буду и издам то первым делом издам не четыре книги а четвертую последних где ни одно стихотворение даже в тех книгах не появлялась еще четвертым номером назову ну и вот сказал я вам вы молитесь тем более мне здесь ничего нету я подсчитал у меня получается примерно 93 процента изданных книг отдаем бесплатно даже десятину себе не оставляю но меня за это стали упрекать так не делается и люди обычно продают одно теперь на другое чтобы были деньги это советовал и в тихи но мне не получается никак так вот не получается у меня все уходит я говорил как то что я 50 лет платил десятину 90 процентов а у меня вот уже несколько лет сто процентов уходит а почему а то приносят кто-то рыбу вот слово сказать прошлый раз кто-то принес и зашли дома я не слышал там и положили на нижнюю полку уха через три дня обнаружили даже кошкам негодно признает еще это вот посмотрите какое полотенце не могу найти хозяев а не на наверно да не на ну вот оно вот здесь баночка сухой с красной рыбой было но все это я попытался кошкам отдать я к тому говорю что бог кормит бог посылает я не настоюсь вот у нас на полях бросает картошку я собираю чуть побольше ногтя всю этой картошкой питается она очень вкусная а которую хорошие можно отдать кому-то но такую я же никому не отдам но это мой стиль жизни ты просто не не знаешь мне это в радость не то что я там сокращаю себя давлю я просто живу и и как-то бог дает 38 книг позади я подсчитал это минимум 14 миллионов ушло у меня миллионов у человека у которого ничего нету это тоже будет когда-то потом обсуждать ну пять тысяч я сказал на днях ехал с маковеем валерий ивановичем по отдел юстиции полковника а у нас знакомый был генерал-лейтенант проценко пошел на пенсию года два я говорю какая пенсия не знаю но не меньше чем 50 тысяч лужков пошел на пенсию по недоверию президента 226 тысяч месяц пенсия ну чего тут непонятно что моя пенсия маленько поменьше он дошла то что это пять тысяч это пять тысяч все я должен кормить себя платить за дом за электроэнергию все но бог так делает что я их не вижу денег ну все оплачивается ну и я не трачу я не зарываюсь здесь поэтому если вы будете молиться чтобы бог позволил издать если на то есть его воля святая то чтобы молились искренне что я нигде ничего не продаю не прячу ни кармане ни на книжке у меня ничего нету на книжке кроме вот за этот месяц прошедший 5 200 надо получить до 5 200 это за 35 трудового стажа с альготами репрессировано говорят надо куда-то идти сходили ничего нет и дальше у меня каждый месяц высчитывается за людей которые у меня не живут я вначале когда я вот эти здания получил частную собственность высудил у государством то мне казалось я прописывать буду хоть сколько оказалось за каждого высчитывается за мусор заводу я не знал сейчас у меня вопрос кто имеет там какие-то разговоры с наталья николаевна приходько поднимите руку так пожалуйста ей как-то сообщите об этом что мне делать она у меня прописан я каждый месяц плащу по сегодняшний день с пяти тысяч доплатить там 150 мне просто хочу его знать если она не думает возвращаться сюда то какую-то справку прислала что она находится в америке в нью-йорке живет ну как-то меня чтобы здесь его выписали за очередь я не знаю как вам понятен вопрос то есть я ни при чем здесь но этих людей нету здесь вот на панель был тогда этот судником стал николай николаевичем уехал меня все высчитывали высчитывали ну кто-то платит кто-то нет кто мне еще в прописан то пять человек там я ходила вот находила я вот и выпиши кого-то они прошли как это люди прописаны там а я даже не знаю кто прописан я домовую спрятал то есть я совершенно не касаюсь то что здесь сделать как будто я уже на этой земле не живу дальше когда вот эти дома я делал завещание уже третий раз переделать приходилось первый раз там чтобы и в тихий там как будет то отошло теперь у меня записаны на эти дома но не для продажи чтобы сохранить а уж дальше как бог даст это вот брат севастьян записан виктор николаевич савченко и наташа второй вопрос наташа если она не думает как мне выписать переделать чтобы тогда себе переделать у меня предложение чтобы опять пойти делать ну на кого буду переделать то теперь платит записать володю пащенко он живет здесь у него ничего нет вот он рядом с в этом доме живет вы не против кто против поднимите руку что может я неправильно делал я люблю все делать по совету он сирота сколько лет живет везде все помогает он топит тут и все работаете что во дворе там он все делает абсолютно для меня с ним одно удовольствие жить летом он в лагере да говорит я спрашиваю как правильно мне поступить сестры поймите меня игнать тихоныч и надежда вас сильно вы заходите нужно просто чтобы они написали заявление что они не проживают и прислали справку о том что где они сейчас зарегистрированы по месту жительства из вас не будут коммунально выси высчитывать а прописаны могут остаться они а высчитывать не будут такой порядок у них нет и справку о регистрации в нью-йорке там еще где там выписать их и все кто здесь не живет только через суд вы чего не понимаете юля пойдет сама отдельно посоветую я просто не знаю как правильно поступить чтобы это было перед богом мария камня ты помоги уж пожалуйста мне это правильно сделать потому что у вас какая-то есть себя не потому что я отталкиваю но надо реально смотри человек никогда здесь не будет и если еще случится я сегодня умер чтобы домом то распорядились люди и те которые здесь он как сын у меня живет вот так у нас форум составлен был гавриилом отвлекись пока где она есть там всегда будет разговор не надо это не поймут научитесь спокойно сидеть который форм составил этого так перестаньте пока пожалуйста любом петро у тебя такой же качество как у надежды васильев привлекать к себе людей не вовремя разговаривать не надо если кому нужно слово поднимите руку я отойду в сторону продолжайте дальше я не стараюсь подавлять вас хоть я и тоталитарный волк как говорят но это все в пределах разумного гавриил речкунов он болеет и просил помолиться он очень нужный человек он там прислужил церкви он мой крестник и он составил форум убедил меня что форум нужен а я не знал города зачем сайт есть то есть говорил как человек не знающий теперь я вижу сайт стоит это склады там заходят и заходят люди все больше увеличивается число а форма то тут можно переговариваться вот сейчас патриарх кирилл уже третий день в израиле находится и где он бывает я каждый день выставляю материалы чтобы смотреть встреча с патриархом встреча там у гроба господня там у гробницы матери божией там которые строили выставляю материалы вот у меня вопрос не решен пока не понятно тоже молитесь что нам нужен шофер будет виктор савченко категорически сказал я не поеду пока не будет второй шофер и он прав нам нужно это принять конечно для меня лучший вариант был бы это николай кручину наилучший вариант человек все знает и дороги и тем более такое дело едут так что прошу нюра анна позаботься об этом помолись это случае он мимо не пройдет перед богом для бога если призовут сейчас военная подготовка даже никто ничего не скажет взяли на год на два или заболел в аварию попал и будешь ходить за ним лежать недвижимым можно так пока здоровый то тело пусть послужит для бога сами умеете дать богу то не с помойки святы подбирают а те которые благоухают я слышал такое выражение когда ты молод для бога что делал это как золото а уж остарился там серебро а уже совсем когда при смерти едва язык шевелиться так как медь хотя бы подать имеет значение все таки добровольность любови и лучше есть такие вопросы у меня которые я никак не берусь решать один я вам сказал вот о чем сейчас теперь относительно собрания речь идет о нашей общине иногда говорят идет вы столько работаете столько трудитесь там в интернете такие отзывы это сколько же вас должно быть людей я скажу только одно что уменьшается и в потерявке количество жителей и здесь почему а мы сами огородили себя чистоколом со всех сторон к нам проникнуть нельзя общество закрытого типа зао с ограниченной ответственность почему а потому что некуда звать не можно говорить давайте переходите зарубежную церковь когда ты тогда мы не звали сколько существует наша община 91 года я постоянно повторял у нас категорически запрещено к нам звать и он за три месяца и одну неделю мы посетили 240 городов и районных центров начиная от москвы до находки до владивостока и везде до единого места мы людей приглашаем ко христу чтоб поняли а куда эти церковь мы показываем на храму мы зовем их московскую патриархию другому пока ничего не знаем и вы это все знаете и поэтому я как бы людям сам подготавливают плацар пожалуйста аэродром готов к нам нельзя попасть а как же к вам тогда люди попадали на занятиях занятий нет да и на занятиях он сначала проходит время оглашения ему на дом сходят его проверят вот возьмите тут был михаил кальмаев стимир того выступал к нему попала сначала пленка они слушали затерли там едва как вы слышали и ой что вы то есть люди ценят а потом попала книга и он увидел что схожие мысли но на пленке нет обратного то здесь я он позвонил это вы это мы узнали кто на пленке говорит а муж лет пять слушали может я к вам приеду дать любой сектор только объятия раскрыл бы я сказала зачем тут делать тебе не еще книгу у тебя если положил трубку вот это его то только ага но он хотел проходит время он еще звонит еще я тогда разрешил приехать и посмотреть конечно с документами с партнером чем кончилось он с нами ездить на благовестие принял крещение приезжала мама нынче приняла крещение вот какое у нас отношение как мы работаем это не то что толерантные отношения а это запредельно недостижимой людьми все зовут к себе под патриархии они жмут кроме патриархии кто если не спасется там или нельзя этой ритике а для меня не являются этой ритиками сейчас бы был здесь освещение ксенс я бы подошел спокойно благословился у него агрегана армянский подошел бы хотя ни разу жизни не подходил копская и сирская где есть священство от апостольских времен но я даже не видел какие у них священники но я подошел бы так а у них там они знают и монофизиты для меня этот вопрос другой стороны я признаю на нем благодать вот в чем смысл то они его учения некоторым непонятно какая-то двойственность а то твои мысли и и поэтому мы никуда не зовем мы просто показываем вот рядом храма а мне звонят вот вы говорили мы там храм открываем сейчас от благодаря вам благодаря вам там мне звонят вчера один звонок только сижу уже здесь опять звонят звонят и я звонят говорят у меня такой навык для меня разницы нет колокол звонит или человек по телефону а то ударение считает они совершенно надуманное все тоже звон тоже далеко вот у меня и к истинному православию тридцатый том оком открытому даже сказать не может а где остальные 29 а ты откуда ну я в павловске что город павловске посад или нет в алтайском крае районный центр ага это школе а в какой не знаю без меня отдали меня не было и все то есть люди ищут а куда ну и теперь я вот понял что в церкви делается не так куда мне идти никуда у вас есть священник который крайне враждебно настроен к нам отец александр вот к нему идите так он не так но и работайте с ним не так повторяю я ни разу ни одному человеку за всю жизнь не сказал не ходить в московскую патриархию ни разу и никогда вы знаете к нам попасть вот был андрей марков он писал не одно заявление соробряться белокринистской иерархии но я видел он мне не такой он написал заявление мы не приняли его жена зная его стала к нам ходить сразу же почему он начал свататься к нашим девушкам та жена плохая а вот я по-новому начну новенькая хорошая жена будет и жена такая по форме одетая пришла она труженица замечательно но когда увидел что ему тут ничего не пройдет и не светит узнаете за кого он тут уже сватался и она перестала ходить он еще попытку заходил на занятия ездил потеряевку на его не приняли и он снова вернулся к думному отцу николя от отца никола хотя бы одно слово было то хорошо что моя овечка не потерялась они не умеют так трудиться мы вернули свое место наш община тебе ничего не даст книги бери читай у вас рукоположенный пастырь работайте с ним ведь и мы работаем совершенно для людей непонятно а как вы думаете чтобы община ваша не исчезла я вообще об этом не думаю нужна ли на община по сегодняшний день не знаю я не знаю нужен ли я вообще на земле это потеряевка а потеряевка почему не растет потому что у нас есть правило четкая граница чего что нельзя что можно делать и в общине а там куда они идут патриархия там широкие врата и пространный путь и поэтому там все которые но потеряевки знаете сейчас последний пьяница съехал два пьяницы было собрание идет общее наконец он выехал оттуда был человек курит его по белой ручке до вокзала довели и до свидания он вышел не кто-то брат матушки то есть у нас него нельзя это бороду стриг стриг бороду выехал то есть у нас есть правило которые людям не нравится но они скрипят я считаю не что они совершают героический поступок им пояс вот как у женичука ребятишки все время без пояса представьте себе ему это противно и он живет им одеваться некуда я считаю эти люди достойны награды хотя бы на земле как они нас терпят наши правила понимаете они нас обвиняют я им сочувствую но ничего не могу сделать на переезд денег никому не даю вам понятно что община наша не может увеличиваться а как она может внезапно по милости божия вот человек раз звонит два три я группа знакомьтесь с ним и мы один раз разрешаем к нам прийти если его нет мы говорим откуда ты почему не был да я вот ходи московскую патриархию храм открытый ты там был выходи работать батюшкой так а там все не так ну смотри гляди как у нас у нас правило ты вот я бороду ношу там это усы подрезаешь у нас усы ни одной волосинки не подрезает пояса я уже надел поясом но все делает у меня нет оснований его отталкивать дальше наконец он начинает ходить ну и готовится к окрещению не зря тепляков написал что в общину гордка гнатью лапкину попасть нисколько не легче чем отряд космонавтов поэтому обвинить что мы вербуем на улице затягиваем ну это совершенно человек не знает о чем говорит вы найдете еще такую общину среди сектантов среди православных чтобы вот так себе людей не привлекали не звали и ставили преграды чтобы они попали сюда ну вспомните как вы попали сюда сколько у вас времени ушло чтобы наконец до крещения дошли а еще и потом в течение года не будете иметь права голоса на собраниях и я считаю что это правильно пять тринадцать день апостола говорит из посторонних никто не смел пристать никто и поэтому к собранию мы придем будет этот вопрос об общей я уже не буду поднимать она и так понятно кто-то уехал кто-то замуж вышел дети подрастают уходят в мир увидите сколько где политыки на возьми двое девочек выросли подросли почему одна половина неверующая принуждать она не может сегодня венальная инвестиция рисует на длинных ногах женщина идет юбка вот такая вот ну ниже пояса на 20 сантиметров за шкирку двух ребятишек несет вот так вот а куда на разврат людям на растление всем понятно что это делается уничтожение нации это никто не скрывает я сегодня выставил выступление жириновского ну он говорит иногда то что другие не говорят и при том обоснованно говорит то желает там посмотрит по всем направлением идет уничтожение нации уже сегодня молодежь вся выезжает я никогда не знал цифру а теперь озвучили цифры речь идет сколько женщин занимается проституция здесь за рубежом сколько бомжей сколько наркоманов речь идет о миллионах и как правило почти везде цифра к пяти миллионам подходит по всем направлениям ясно дело цели какие-то достигнуты я каждый раз говорю а вы что для этого сделали я людям рассказала христе человек сам должен избрать путь в ад или в рай насилия никакого не может быть это я все подготовка к собранию говорю у нас с тем домом электропроводка алексей пожалуйста посмотри приходил муж аллы петеримовый вчера выставил посмотрели счет 4000 примерно там на провода взять комната бабушкам это как можно сказать женское общежитие надежда васильна снова вернулась в молодость свою она готовит там бабушек я там сделал что мог печь отремонтировал стеллажи сделал плацкарты есть пожалуйста это можно уже закончить будет в скором времени ну комната одна полностью готова и поэтому нам требуется помощь совсем небольшая электрики чтобы с проводкой там было диво что горела проводка сплавилась все вот так и не загорелась марина была дома дома было видите бог помиловал слава христу сейчас ничего не спрашивай сгорит и так будьте спокойны вы подготовьте я уже не один раз просил годовое собрание какие-то предложения несогласия ну чтобы выступили активно были в этом деле вот такие как мы есть угодно мы ли богу не просто собрание прошло чтобы собрание дало нам какие-то еще большие перспективы как сказать ориентиры что-то мы не сумели сделать где-то вели себя неправильно вот нынче больше мы разговор ведем о благовестии которое у нас было мы сделали ровно в три раза больше намеченного потому что пошли по другой схеме я все еще не могу выйти из того состояния во сне вздрагиваю под каким горам где мы крутили какие серпантины ночи туманы аварии и мы прошли мы явно были три раза только при смерти а может быть тысячу раз были да мы этого не заметили и не знаем и где ночевали дождь идет куда где приткнулись чтобы нас никто не ограбил это мы все по-моему разработали теперь я даю в интернете и все как ты мы себе это возьмем там люди думают тоже глядят но повторить это невозможно это тоже в интернете все знают то что вы сделали это никому не повторить это в единственном счете во первых материалов таких нет мы можем поехать с библии только и всего но нет таких материалов и то что я сказал что к нам православном власти относятся это лучше чем к сектантам это несправедливо для тех не теократического государства это все сектанты тоже понимают и у себя распространяют нам нужно сейчас вот допустим вы че подождите манелька еще еще мысли свои не потеряйте возможность может вполне быть встреча с патриархом кириллом то есть это настолько возможно что сегодня практически уже вопросы ставятся так а что препятствует препятствий никаких нету во первых это далеко известно ему известно про нас конкретно про нашу общину известно вот прошлый раз антоний приехал патриарх алексей второй спросил как какие у вас отношения с игнатием лапкиным патриарх его прямо вопрос задал я про это даже не знал если будет встреча меня вот спросили ну если говорят он очень умный я вижу что он умный человек и сказали бы ну а какие предложения ваши нам замечание главное я бы первым поставил неправильный вход в церковь неправильный совершенно неправильный вход второе чтобы на первое место поставили рождение свыше авторитет библии священно описание не ниже чем у баптистов у всех сектантов не ниже но если рождение свыше получили а еще что водительство духом святым все других предложений нет а как это у нас большое наследие у православных мы поставили задачу чтобы ни одного правила канонов вселенских это 719 правил ни одно не нарушить и по сегодняшний день за все эти годы практически нам никто не мог указать где мы нарушаем хотя сейчас ролик выставлен я был катарин был с твердовской области теперь на два священника и они начали искать что мы нарушаем а вы тоже нарушаете его нет мы не нарушаем а у вас 57 процентов правил ежедневно нарушается 413 правил у нас ни одного это невозможно возможно ну назовите вы нас знаете да да мы слышали много но вот вас бы приняли везде если бы вы приехали с благословением антония с бумагой этого максима я говорю митрополита виталия бумага не действительно или что так он умер странное рассуждение так умер за счет благословение от меня отскочило и в гроб с ним легло он дал нам на благовестие я остался тем же самым а то что я приехал кивтихи сейчас благословился он епископ но уже сейчас не знает что сказать это люди привязаны к человеку у нас этого нет авторитета человека у нас практически нету я или батюшка или кто-то войди в русло священного писания вот о чем я сказал патриарху я сказал вам не случайно помолитесь об этом не единожды вчера вечером у нас звонок звонит александра михайловна гончарук помолитесь я не могу вот температура сколько дней это ты чего мужа только схоронила за ним следом собралась эти да нет я еще хотела для церкви вот это знаешь наш порядок кто просит молиться сама с нами на молитву володя что-то делал там ужин готовил кончай на молитву встали на молитву ну это боже милости в три святое и 100 поклонов помолились подняли руки как всегда у нас закончили ну проходит минут 20 она снова звонит ой у меня температура вниз пошла температура пошла вниз володя а володя там только разогревать начал бросай все снова на молитву тогда не прекращай когда не получишь или получишь мы стали уже молитву благодарности возносить богу больше не сбудет мы не знаем то ли совсем температура не то ли сгорела совсем тут тоже два варианта и вот начинает от вы молились поэтому да я не знаю я просто молился потому что душа во первых рвется к богу во вторых я люблю тебя в третьих я ничего на себя не беру а это вы экстрасенс начинает но дальше еще попало уже я люблю моего господа а экстрасенс это колдун и ни разу к ним не ходил но меня одна вчера выступила так я первый раз вижу вас я прозрительно ясновидящая вижу быть тяжело давно больны это я надо чтобы я не обратился она сейчас меня начнет лечить но я все варианты пересчитал для нее главное чтобы я откликнулся но я промолчал вижу что этого не надо делать она легко может слинять как говорят ее нигде не будет и все есть сказать когда люди начинают так я сразу наш сайт форум вот там все есть ищите ищите там все четыре тысячи сто двадцать четыре ответа я просил еще прошлый раз не забывать молитву чтобы наши книги где отданы бог сохранил и сайты форум сохранил люди приходят считают хорошие очень отзывы но до конца мы не знаем какие будут где последствия очень тревожная обстановка по дальнему востоку и везде и об этом жириновский как раз озвучил говорит он говорит о чем я говорил как будто он меня заходит в интернет и все это берет какие где люди и как будут но до конца не договаривает он не может сказать что путин говорит единая россия значит сильная держава я говорю во христе добавляю или не знает или боится сказать во христе и прямо выступает и говорят сейчас если там так будет я всегда говорю татар тарстан разрубает россию пополам они говорят а тогда это отдельное княжество то ничего особенного этого не то есть россию расколет прямо запросто она все перед этим стоит сегодня массово мигранты с юга на восток эти дороги туда проложены и все это открыто я когда дорога ехал размышлял я пришел к такому выводу я тогда приехал говорил а сейчас первые только об этом стали известия не знаю может опережая события немного но так пустующей земли не будет сейчас уже рейтинг городов которые быстро бывает на первом месте стоит нижний новгород представьте кажется за год 11 тысяч человек только из городов убывает куда большинство едут за границу избирают это конечно не выход на вы точно знаете что нужно я абсолютно точно знаю что нужно делать каяться молиться и приближаться ко христу всем умом всем сердцем полюбив его я как православный не могу ничего сказать как указать идите в храм но что батюшки учили так они попы только там и дальше все освещение как отзывы везде самое отрицательное потому что люди видят их жизнь вот представь выступает один человек и он где-то в алтаре видеть прислужил а может дьякон был и сейчас он такое говорит на церковь даже вместить нельзя но а священник один видимо хорошо его знает и говорит ну поработайте вот с ним то ну я вошел с ним общением друзья маленькое время она что такое идолом поклоняйтесь наконец он замолк и сейчас заступается за меня куда-то поехал представь православие люто ненавиды отец игнатий благословите меня и сейчас выступать я случайно нашел не говорит я первую вижу православный который абсолютно бескорыстно все делает вы посмотрите что на кого вы говорите в ее лице такой защитник стоит это бог так делает а там даже разговаривать нельзя было с ним он просто люто вот как сейчас невзоров у него вообще такой умница все я выставил отдельный взял материал они взоры где он был что если он абсолютно безбожник учился в семинарии когда-то отец у него в кгб этом генерал кажется было все это описано во всех горящих точках был убивала почему я наемник разница играет нет какой убивать деньги платили бы это страшный человек но вот сейчас он на патриарха на церковь но у него вообще святыни никакой нету но и я нигде не выступил я прошлый раз говорил молиться за него надо это очень умный человек но он пути не только не знает отравили а почему я другое видел и он дальше о себе рассказывает вот представь себе отец генерал кгб я ваша квартира туда привозят привозят кого настоятеля монастыря почти 70 лет а я мальчишка него 7 8 лет уже было я сижу там в журнальчике ну ты иди там саша почитай я сижу рядом и вот как они теперь доказывают кто что на исповеди говорил те сидят пишут я все это видел он начинает говорить называю монастыри священников и как им дают квитки которые там с их столовой питаться он называет даты я это все видел а потом сюда я решил сбежать в монастырь и куда да в женских где там а там настоятель был он еще там иконы кажется писал он подробно сам о себе все говорит и говорит то что даже другой бы не сказал вот эта открытость его мне кажется может повлиять так что молитва коснется его я теперь каждый день молюсь за него александр вот это непростой человек вы знаете это режиссер там 600 секунд от его передачи я ни разу не видел но там это считаю надо таких людей на просто на руках молитвы надо нести ему вопросы дадут когда тут у вас перелом случился и проще там выступает общаклин другие такие известные люди то он буквально пытается разнести все но его сильно зажимают и уже и такими словами не хорошими на него я вижу что уже ему помочь надо чтобы где что от него шелуха отваливается что на то место живое слово сыграла но у меня связи с ним нет относительно душевного константина юрьевича и выпустили то прокурор не пришел а в на одном прокуроре дело стоит галина ивановна силина звонила женой разговаривала и ну я знаю это все нужно чтобы он вышел другим без боли божьей это не делается кое-что пересмотрел но для нас он исповедник это самый настоящий исповедник христов он выпускал русь православная журнал это могучий человек могучий ум и про него и говорить не надо что надо молиться то наш брат во христе у него плохие отношения с патриархией стой но он близко к зюгановой думает что большевики помогут вроде счета до отношений евреев там не так я считаю этого не надо делать как бы ты не был умен у бога свой план и надо доверяться я вчера написал стихотворение в стиле что бог принято отдал меня в артель еврея христа рыбачить я там нахожусь евреев то есть ничего не скажешь это то что я хотел вам подготовку сделать к собранию марина подготовка патюшка все решит какое что все было здесь так кому что хотелось еще сказать какие-то новые данные есть мы все время должны думать о том как более приблизиться господу слышать его голос отвечать на его призыв ценить вот это драгоценное время вот просто проведите ревизию дальше игорь третяков ты ездил самую дальнюю поездку и когда мы вернулись я сказал помните я сказал между нами были несогласия где-то но сейчас все в общих планах сказал так когда мы вернемся чтобы у тебя все было готово эти несогласия озвучить ты готов чтобы другие не не попали худшее положение чем мы какие между нами были несогласия второй ездил вадим он он сидит вадим ты что-то имеешь сказать я имею ввиду сегодня о несогласиях ну а согласия тут понятно мы вернулись живой это главное игорь пожалуйста несогласия вам высказать все сейчас всем выскажем мою вину могло ли быть по-другому если бы был другой человек а не я там и в следующей поездке чтобы этого не было в чем у нас были разногласия это были не маленькие нигде не было ты однажды заявил и он я сейчас сяду на поезд и уеду вот меня-то ставили под каким положением то я на машине с грузом под владивостоком вдруг никого нет я один ну ясно дело что мне надо было прижиматься к сиденью то я эту лесовку и сер пока доехал не менее 20 раз в день остановился на молитву они там свое говорят поэтому я хочу узнать мои вины все моя вина чтобы их не повторить так сейчас чтобы мы готовимся к такой поездке когда домой охлаждаться в бане то не придется мы выезжаем за москвой три с половиной месяца мы там будем мы серьезно прорабатываем план на четырнадцатый год поездка в 20 стран дальнего заубежья это вполне выполнимо уже и бог даст может и спонсоров и машину и евро и так пожалуйста я могу сказать да пожалуйста говори сколько мне по времени ну сколько тебе хорошо говори там 10 минут я не мелочи такие которые разговор разговор о несогласиях был у нас были высказываемые у меня открыто Игнатию Тихоновичу несогласия ну всегда анализируешь поступки свои поступки других людей и все пытаешься связать с писанием а как бог на это смотрит и может быть действительно какие-то трудности были от бога посылаемы и вот бывает трудно в трудности то в тяжелых обстоятельствах осознать как правильно поступить то есть требуется какое-то время то есть надо отойти и в целом как бы вы крестовали то есть как бы кристаллики такие появились которые хотел бы дать и Игнатию Тихоновичу совет и себе конечно рассказать что я во всем был прав конечно же нет моя плоть страдала душа тоже страдала потому что это жизнь мы из плоти состоим души всякие страсти были но что я вот как бы сказать какой совет дать вот мы ехали с братом с Вадимом и ехали в эту поездку брат такой же как и я был не очень опытные в этих поездках он не знал дорог толком все по слухам у нас было и поэтому все приходилось мы были постоянно в каком-то напряжении страхи то есть Игнать Тихонович говорит рассказывал часто что какие страхи его посещали что вот он боялся что дороги но не надо забывать что мы тоже ведь были в страхе то есть мы не такие что вот Игнать Тихонович жертва вон страхи а мы сидим такие упорные камни и вот мы герои только готовы его закнокать мы были в страхе мы были в страхе и страх усиливался чем тем что во первых это была уже осень погода могла измениться там какие-то климатические передавали то какой-то не цунами идет а какие-то там вот вы в находке когда были что-то сейчас будет тайфун идет то есть все эти новости тоже через нас просто так не проходили это первое второе когда мы уехали это была уже не только осень но и периоды когда надо как-то готовиться и к зимам и картофель там урожай неубранный тут пришлось и семью оставлять какие-то дела мирские конечно по сравнению с божественными ничего не значили но они однако были всякие договора все люди звонят все никого нету у Вадима по алиментам там у нее тоже какие-то судебные разбирательства то есть все было настолько спрессовано внутренне то есть держал как бы я думаю тут не без лукавого все так сложилось что ум мой понимает надо ехать а плоть говорит ну как ехать то я все брошу и так пол лета ну не пол лета там но вот так периодами ездишь и глобальных каких-то мероприятий мы не делали я успевал там что-то делать между работами но однако же не было глобальных каких-то планов потому что было все разрывно но бог давал из заработки такие все и в этот раз поехал страхи ахи я думаю ну ладно до иркутска я знаю дорогу мы с братом николаем ездили а дальше что дальше вообще не представлял по что я вводил в компьютер информацию во первых я не знаю не до конца понимал объемы то есть я думаю иркутск как-то там с география ошибся а посмотрел что иркутск это только старт перед дорогой старт это только начало езды это разминка а для меня иркутск казался ой-ой-ой как далеко байкала это оказался старт это примерно две с чем-то тысяч километров примерно в две с половиной тысячи а до владивостока 6 600 плюс дороги не показывают никакие компьютеры ближе к делу страх первое вот и из этого все исходило вот второе когда мы ехали вот мы ехали допустим с николаем если бы мы поехали с николаем кручиной дороги он знает отлично мы не знаем вот первая привычка мне я предлагал игнать тихонычу игнати тихоныч он человек он может вести себя и с одной стороны просто как нейтрально вести себя в отношении нас просто стараться найти подход к нам стараться нас как бы не прижать пробу этим через обличение а может вести себя именно как отец как наставник и обличать это все от него зависит но он-то не знал степень напряжения которое уже было в нас вот лично во мне у меня было уже напряжение настолько сжато что меня сейчас уже давить уже нельзя было давить я то что уже поехал вот мы едем ситуации банальные но вот мы не знаем дороги попадаем в улан-удэ это вообще по карте легко вот одна идет дорога и там какое-то кольцо заехал в это улан-удэ и выехал но вот мы попали туда ситуация следующая быстрее быстрее садимся в машину куда ехать ну я не знаю куда ехать десятки сотни улиц я говорю посмотрел по навигатору и у меня карта навигации поехали налево поехали налево там заплутали сейчас время началось пробок начинается уже напряжение гнадий технич мог сказать ладно ребята ну ничего страшного ну заблудились мы не заехали туда давайте могло быть более ласковость более милостиво от но тут начинается жесткий строгий подход зачем вы туда поехали дьявол действует через вас все ладно это неприятно это было неприятно слушать я думал ну действительно дьявол действует но это уже создало напряжение дальше мы начинаем кого-то спрашивать дальше еще что то и в результате мы вообще поехали не в ту степь ну и вот посоветовались с вадимом мы боялись как бы даже сказать боялись иногда говорить что мы не туда едем если бы просто допустим уехал я с николаем мне бы было легче почему я сказал брат тем более у него авторитет как водителя у нее есть авторитет водителя он во первых сам дальнобойщик вторых если бы он заблудился он сказал Игнатий Тихонович успокойтесь все я профессионал и я даже заблудился а вы чё спрашиваете с пацанов таких как мы вот но не было николая к сожалению не было николая поэтому приходилось переносить устанавливаем надо спрашивать у милиции устанавливаем останавливаемся у милиции Игнатий Тихонович сам инициировал эту ситуацию давайте остановимся в милиции милиционер говорит а как вы хотели из города выехать это не так легко это сложно выехать из города я слушаю в этом внимательно чем не что объясняет мне милиционер в это время Игнатий Тихонович машет руками быстрее быстрее идем я милиционер не только начал все это объяснять карты разложил показывает куда он кричит вижу он уже красный вижу прям такое гневное отношение иди сюда я бы как сюда я уже начинаю ситуацию менять я я все понял понял а он не продолжает продолжает объяснять и тут Игнатий Тихонович и тут милиционер я не могу сказать что да пошел ты меня тут наставник зовет я как-то сгладил и уже во все ноги побежал Игнатий Тихонович оказывается услышал одну фразу что милиционер сказал надо было спрашивать у таксистов вместо того чтобы остановиться и дослушать до конца что продолжит дальше милиционер он бросает милиционера уже договорился с таксистом в такси да без проблем я вас повезу поедемте за мной но мне в этот момент только начинает милиционер все рассказывать как мне поступить я христианин в этой ситуации у меня мудрости не хватило я дослушал милиционера все-таки пошел Игнатий Игнатий все есть у меня напряжение я снимаю себе ответственность за навигацию потому что я понял вот вы как будете говорить куда поедем туда и поедем за таксистом так за таксистом направо так направо все тогда у меня был уже то есть до этого понимаете отношения мы все хотим с друг другом сохранить хорошие у нас опыт и жизненный есть у каждого и опыт христианский но и всегда хочешь быть хорошеньким мы все вот здесь сидим мы хотим все быть хорошенькими но мы хорошенькими быть легко два три часа быть хорошенькими потом начинаешь уже ерзать что-то тяжеловато стало надо домой собрание так уже продлилось а если еще 24 часа вот здесь а если вот это вот эту комнату сжать до машины до одной а если 24 часа в сутки умножить еще на семь дней а мы ездили 13 дней не бойтесь слова 13 не кто считает не счастливое число счастливое число 13 апостол матфей 13 дней в одной коробочке вот естественно возникает и представьте надо было молиться и гнатью тихоновичу сколько но вот вот на наступает тот момент когда уже не можешь быть хорошеньким не можешь быть хорошеньким и таится вот так то тогда просто говоришь и гнать я считаю вот мое мнение перестаньте давить перестаньте давить сбавьте вот этот вот вы а наставник вы отец понимаете еще какая ситуация сложная вот умом понимаешь человек такой великий игнать их ночь столько создал и хочется уважать но уважать хочется в интернете тем быть человеком переписываться восхищаться поклоняться говорить дай вы такое такое доброе дело делаете но когда вот все спрессовано и тебя вот ты тебя из ты выжимаешь уже тяжело с одной стороны мне стыдно говорить игнать их ночью что-то грубое отлично мне но с другой стороны я не могу поступить иначе и тогда я просто уже первое у меня слетела эта гайка когда вот встреча с милиционером было там вообще настолько было слетела все думаю и потом уже наступает следующий момент ну как-то все это выехали успокоились помолились наступает следующий этап мы там уже за благовещенском еще не доехали у нас отказывает у нас рвется ремень гидроусилителя руля ну шофер знает руль превращается в каменный его вот так надо вращать уже водитель вадим я ночной водитель он дневной но просто брат так сказал что так удобней я в принципе ночью меня это уже опыт брат так сказал и так сделал я бы вадим давай скажи мгнатиков что он не да ты чё сейчас только такое начнется мы тут будем сами эти я бы хорошо и вот мы вот так вот таким макаром доехали до владивостока возвратились 3300 километров на 6600 километров вот так назад и выслушивали и при этом терпели и в конце концов мы все друг у друга попросили прощения то есть но почему это не было сказано потому что был страх что будет обличение будет все ну ладно я че я бы принципе и сказал потому что ничего там не вижу но опять же где ремонтировать лёва то сказал в чите остановитесь чите перетрясете подвеску он сказал все правильно но ничего этого не было сделано ну по какой винить игнать их ночи винить себя доковы не никого не будем винить просто не остановились да еще посмотрели машина нормальная но гидроусилитель и сломался еще после 4 если бы конечно заранее посмотреть может быть увидели эту трещинку может быть там заменили но мы ехали вот в чем был срыв почему я сказал что я брошу там еще одно за другим накапливается знаете вот как капает 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 и один момент был допустим бытовая бытовой вопрос но если мы уж говорим глобально почему все происходит происходило все из мелочей все складывалось только из мелочей из таких мелочей которые мы вообще внимание в обыденной жизни никогда не проявляем вот что может быть глобально ничего вот элементарно игнатий техники включи свет включи свет дальний или ближе оба и вот он вам сказал это правильному конечно правильно в любой человек возмущенный сыт и покушавший выспавшийся дома придя сюда на собрание конечно правильно игнать тихонько включите дальний свет но я и включая дальний свет но игнать технич не согласен что дальний свет надо включать за несколько секунд он ставит условия пол корпуса машина проехала встречная включая дальний свет через пол корпуса по я его понимаю почему он говорит он хочет сделать из меня профессионалы хочет сделать из меня лучше он хочет меня сделать и я умом понимаю как апостол говорит, умом, говорит, я понимаю, говорит, а во плоти нахожу на другой закон. Ну вот ситуация, я не включил свет. Машина проехала, я встал в 2 часа ночи. Это было уже, не знаю... Игорь, а ты что, правил не знаешь, как включать? А кому-то правил, подожди, до правил мы еще дойдем. До правил дойдем. Я не включил, Игнать Игнатьич меня обличает. Что почему, вплоть до того, что я там больной на голову, даже такие были слова произнесли, в одной из поездок так было сказано, что я тормоз, но с точки зрения как бы христианина, да и понормально, человек старый сказал и нормально, но неприятно, неприятно. Можно было так не говорить? Можно. Я считаю, можно, когда надо сохранить отношения. Я не думаю, что Игнатьич это бы сказал, там, по-рускому, ну, или там, Баварину такое бы сказал, или еще какому-нибудь, там, Сергей Тепляков приходил. Волосы длинные, одежда такая модно-современная, никакого пояса, ничего. Он бы мог сказать, ты что творишь, ты одет, ты как? Не сказал, почему чужой человек, такое не скажешь. Своему можно. И я это принял, слава Христу. Но, когда я приехал уже все, я как сказал? Ну, лодку нашу качало, было тяжело, но все мы приняли, как от Господа, слава Христу. Теперь, Игнатьич Игорьевич, какие претензии? Моя претензия, можно было не быть жестким очень. Можно понимать, это было климат. Вот этот, понимать, вот эту напряженность, он не понимал. И даже элементарно, вот не хочется об этом говорить. И, наверное, не знаю, говорите. Просто в туалет, сходи в туалет. Ночь, мы приехали. Я стою еле-еле на ногах. Лопату я вам не дам. Но как лопату вы нам не дадите? Копайте палкой. Что такое грунт и дёрн? Кто-нибудь копал дёрн? Без лопаты? Я копал. Это нужно... Это... Чтобы сходить в туалет, чтобы сходить в туалет, надо выкопать кусочек. Сделал дело, закрыл, гуляй смело. Всё. Но, дёрн, я ничего не могу. Тем более уже ночь. Если ночь, сделал дело, отошёл, мне нужна трава. Траву я уже потерял вообще. Наступил в собственное, как говорится, испражнение. Я же об этом не говорю. Тогда я подсветил фонариком, чтобы всё это закопать. Тогда начинается обличение. Зачем ты светишь? Нас рассекретят здесь. Но перед этим проехало две или три машины. И у нас уже было в сумерках, костёр горит, нас никто не рассекретит. Я понимаю, что это он сказал по любви, чтобы меня наставить. Чтобы по-отечески я... Ну, это всё по-отечески. Я, простите, не обижайтесь. Это всё по-отечески я принимаю. Но я говорю, что можно было не говорить этого. Или просто дать лопату. Ну, не дали мне лопату первый раз. Я признал это. Ладно. Второй раз тоже такая же ситуация. Но тогда уже накопилось и Улан-Удэ, и ещё, и ещё кое-что накопилось. Мы ехали, я думаю, и дорога, наконец-то, от Читы до Хабаровска, я увидел, что хорошая дорога. Я так ожидал вообще. Грунтовка и пыль столбом, и всё закрыто. Потому что до Иркутска были такие участки. Когда я увидел такую гладь, Владимир Владимирович Путин сделал нам, хотя не высокого качества, там исполнители были, но я просто был на седьмом небе, как говорится. Простите за такое, может быть, высокопарное сравнение. Что мы ехали, и я думал, да и мы, Игнатий говорит, снижаем скорость до 85. Я говорю, почему? Но мы же... Вы меня обвечали за то, что я со 100 до 90 вас пугал, сброшу. А теперь 85, причём сейчас-то побыстрее, 6600 километров ещё назад, а мы ещё не доехали, там, несколько тысяч километров. Всё. Ну и, как говорится, одно к другому, лопата к лопате, улану дэкши. Посмотрите. И тогда я просто понял всё. И ещё, по-моему, у нас и гидроусилитель отказал. Вот это. И тогда меня... И ещё плюс усталость вечерняя, там, и у нас костёр как раз в этот день не горел, потому что какой-то карагач, или что там, каменное дерево такое, его сжигаешь, оно не горит. И тогда я сказал, Игнатий Ильич, если... Я не помню детально слов, если вы не ослабите вот это давление на меня, я просто сейчас, я уже не выдерживаю, и так у меня всё это переполнено. Просто... Я просто сейчас беру, сажусь на поезд и уезжаю. Вадим, у вас водитель. Я думаю, сводить... Просто... Или сейчас просто возвращаемся, не доезжая. И я просто скажу, да, сверх сил, я не могу, значит... Взял на себя задачу, сверх сил и полез в этот кавкан. Вот. Наступает момент, наступает момент, Игнатий Ильич, вижу, испугался, испугался, потому что он человек по-детски, искренний, вот эта хорошая детскость и искренность в нём вот это есть. Хотя я сказать-то сказал, а сам думаю, а сделаю ли я это? Да не сделаю я этого. Я просто... Возможно, это было как бы в такой, знаете, как... Облаженный Агустин говорит, вот это зло надо было выплеснуть. Возможно, было так, да. Я признаю, что это было так, но и тут был вопль. Вижу, после этого и лопата у тебя, и отношение изменилось, и Игорёк, и всё отлично. То есть отношение изменилось. Но, с другой стороны, я бы сказал, всё, я как христианин проиграл, я не вытерпел смирения. Но, понимаете, в чём дело? Обстоятельства были ещё не разгаданы, мы ещё не знали, что впереди, и мне уже обстоятельств этих хватало для того, чтобы просто вот, быть с христианином, себе самом. Вот. После этого у нас, конечно, возникали там ещё какие-то по мелочам вопросы. И, в конце концов, себе самом... А, ну ещё были случаи... То есть первое, я скажу так, это Игнатий Тихонович может температуру эту менять сам. Сам менять, просто по своему желанию. То есть, сидит человек, допустим, Вадим. Вадиму были предъявлены справедливые претензии, что он мог по-другому отвечать, со стороны оно виднее. Допустим, брат Сергей Пупков очень хорошо замечал моё хамство, не замечая своего. То есть он... Вот идти человек в машине, допустим, это единственный человек, который очень плохо себя вёл, значит... Но это единственный, который больше всего обличал меня за это же самое. И слава Богу, и что Бог мне дал такого учителя. Иначе бы... Как бы я исправился? Вот в чём дело. Нет, подождите. Климат этот меняется. Климат меняется благодаря Игнатию Тихоновичу. Вот. И я, когда уже, как говорится, слетели у меня все гайки, я сказал, Господи, Игнатий Тихонович, я говорю, жестоко... Он мне, конечно, за все мои слова говорит, тебя ожидает страшное в жизни твоей. Я молюсь, чтобы Бог тебя от этого избавил. Я, как человек верующий, я верю в Бога и во Христа, действительно принял это к сведению. Не просто тогда, там, я не махнул рукой. Я до сих пор чту своего духовного отца и наставника. Вот. Я не махнул рукой, но при этом подумал, начал рассуждать. Я вспомнил почему-то историю с Ионой, пророком. когда Иона убегал от пророком, а потом обличал, Бог, Ниневия должна быть разрушена, Ниневия должна быть разрушена. А Ниневия взяла да покаялась. Результат. Бог помиловал. А что Иона? И он начал страдать от этого. Как это так? Я тут проповедовал, я тут учил, а она не разрушена. Жестокосердие пророка. Почему-то я это соединил с Игнатий Игнатиевичем. Может быть это неправильно, может быть это по-сектански, но тогда я понял, я говорю, Господи, я считаю, что ты милостиве, чем раб твой Игнатий. Я считаю тебя милостиве, потому что это я сказал не тогда, когда вот сейчас. Меня надо было довести до грани. До грани Бог меня довел. До грани экстремального духовного. Понимаете? Даже вот показывают фильмы, когда есть такие фильмы эксперимент, когда садят группу людей в какую-то колбу, и там они живут день, два, три, через месяц, там они уже друг друга ненавидят, там все. Вот мы были в этой колбе. Господь меня довел, но мы-то христиане. Постоянная молитва и смягчение обстоятельств. Мы не могли пройти без конфликтов. Я говорю, что мы не могли пройти, то есть живя дома по-разному, используя плоские грехи, мы не могли просто в такой экстремальной поездке пройти без каких-то конфликтов. Если бы мы прошли без конфликтов, это была бы ложь. Мне называют там такого-то брата, это вот брат смиренный, это какой-то брат смиренный, я отвечаю, потому что месяц не ездил вместе. Потому смиренный. Соскочил там через 4-5 дней и тебе того-того-того не говорили. Вот. Но я не говорю, что оправдываю себя. Я не оправдываю себя. Это все-таки оправдание в моих словах. И вот я возопел. Говорю, Господи, уйми жестокосердие этого раба твоего. И он спасется, он будет с тобой в Царстве Небесном. Но сейчас это жестокосердие. Уйми. И действительно помогло. Был момент, когда он говорит там что-то, я замолчал. Я замолчал, как бы, видимо, обиделся. Хотя, может быть, и обиделся. Иначе... Но я в этот момент молился. Я молился о том, чтобы Бог сделал его более мягким, более милостивым к людям, к братьям. Это я об этом молился, об Игнатихныч, чтобы его Бог сделал милостивым. И действительно он становился милостивым. Я не знаю, что в этот момент происходило у Игнатихныча, но важно, что мне становилось легче ехать. Я знал, что да, дальше будет легче. И потом мне спросили, а какая самая великая польза от этой поездки? Я отвечаю, я научился лично молиться Богу. Вернее, я бы как... Я, может быть, и молился когда-то на первых этапах своего верования, но здесь, в такой обстановке, без молитвы невозможно. Я начал молиться и начал получать утешение. Я уже не смотрел, что... А что скажет там Игнатихныч? А он хорошо скажет, плохо. Тут уже мы жили все в экстриме. Аскеза плоти была у всех почти одинаковая. Ну, для возраста Игнатихныча пожестче, конечно, было. Но мы спали во сколько. Ложились, допустим, в 10, вставали в 2 часа ночи, 4 часа, а потом попробуй в машине усни. Ну, даже если ты добираешь свои часы, я боялся, что я не смогу уснуть в машине. Ну, Бог мне дал сна, что я отключался. Я не знаю, как Вадим вообще ехал, вот мне даже не совсем понятно. Он что, ложились мы в одно время, потом вставали в 2, и он вроде бы начинал добирать часы. Добирать часы. Но как мы общались друг с другом, возможно было и не уснуть в этой обстановке. Он говорит, а я даже и не спал. Но я думаю, иногда он и спал, не до конца, потому что спать надо было, он бы не доехал. Бог ему давал сна, я в это верю, потому что я сам отрубался так, как будто я даже просыпался, я забывал, что я в машине. Такие сны были явные, что я проснусь, и я не пойму, где я. То есть, до глубины доходило. И это тоже плюс нашей поездки. Плюс еще, вот первая, самая главная претензия, чтобы Игнат Тихонович видел человека и умел вот этот рычажок повернуть. Иногда, когда видишь, что человек уже все дошел до точки, ну не давить до конца, не додавливать. Правильно все, правильные слова были сказаны, но не додавливать, потому что наступит момент, когда, вот я посмотрел фильм про блаженного Агустина. Вот, не так, прям, не так давно. Моника, его мать. Прям замечательный фильм, всем рекомендую посмотреть. Как название? Блаженный Августин, я не знаю, вот название двухсерийный какой-то итальянский фильм новый. Вот. Его отец пошел на блуд, в открытую. Сын восстал, ты идешь не в кабак, ты идешь к своей, там, это, мать сказала, помолчи, слова тут уже ничего не помогут. Уже не помогут, ну зачем ты нарываешься? Ну, я и так знаю. Поэтому я просил, чтобы Игнатьич видел, что человек, если уж, ну не может дальше, до конца его не додавлять. Это первое. Второе. Профессионализм и вождение. Игнать Игнатьич вмешивался в те вещи, которые не понимал. Например, впереди идет машина. Нельзя включать дальний свет, потому что водителя можно ослепить в зеркала заднего вида. Включай. Я не включаю, Вадим не включает. Вы сговорились, да, мы сговорились. Меня отец, мой родной, по плоти, долбил и учил этому. Ну, тут и понятно. Потом, когда все это закончилось, я подошел к Николаю, и говорю, Николай, такая ситуация, может быть, в каком-то случае можно было включать свет. Он говорит, да ты чё, они бы остановились, дальнобойщики, вышли бы с монтировками и побили твою машину. Дорога дальняя, 2500 километров, тайга, где нет ни жилья, ни селения, поется в песне. А там и 2000 километров, 5500. Включай. Я не включаю. Нет, я включаю вдалеке, там мы, ну, опять же, вымеряли расстояние, но когда ты подъехал вплотную, нельзя включать. Это грех водительский. А в правилах этого не написано. Я, к сожалению, не помню, написано это в правилах или нет. Написано, да, уже. Ладно, ладно, ладно. Нельзя этого включать. Вот. На этой почве у нас были конфликты по световому. Почему никогда вообще не было? Я даже не думал, что вообще возникнет трудность у нас. Никогда мы не ездили ночью. Ну, чуть-чуть вечером и чуть-чуть рано утром. Там были со светом что-то у нас. Нет, было еще. А тут ночь. Тут основная моя езда была ночью. Естественно, что вот такая тема возникла. И постоянно об этом разговор шел. Включай свет. И почему? Говорит, это я заботюсь о вашей безопасности. Да какая тут безопасность? Если я вижу впереди идущий автомобиль, я выключил, поставил ближний свет, я не буду включать. Мне и так видно. Мне плохо видно, Игнатик, допустим, говорит. Но веду я. Веду я, и я вижу прекрасно эту машину и вижу дистанцию. Ты плохо днем видишь дистанцию, а что говорить о ночи? Допустим, мой аргумент. Но тоже верно. Ничего не скажешь. Но все равно нельзя включать дальний свет. Вот. Вот это было дальним свете и лопата с дерьмом. Все. В общем-то, две категории, по которым была эта. Ну, а все остальное одно и то же. Все, я закончил. Вадим, что ты скажешь? Давай. Все. Игорь правильно сказал, что... Попробуй еще только. Игорь правильно сказал, что с вашей стороны давление, потому что каждый, который как бы учился, человек даже на вождении, и когда инструктор сидит рядом, и все равно это... Ну, чувствуешь, когда даже вот учишься, и давление инструктора, это получается очень плохо. Даже опытный человек, когда на него сидит какое-то давление, все равно это уже как бы... Ну, экстрим. Экстрим уже, да, действительно, это экстрим. Просто нельзя в дороге, нельзя, особенно в дальней дороге, какие-то давления производить на человека. Все равно у каждого человека своя психика, как говорится, и поэтому надо как-то находить общий язык, и как бы не, когда человек, допустим, за рулем, или просто хоть даже остановиться, тогда уже можно говорить об этом. А когда за рулем, об этом вообще нельзя ничего делать. Это очень тяжело. Даже когда вы с этим, с дальним светом, вы спорили, вы успоряли. Но давайте откроем правила, в правилах написано, все это написано. Нельзя ослеплять. Меня лично самого ослепляли несколько раз на трассе. И я просто резко тормозил, потому что мне это было, у меня глаза ослепли. Через зеркало бокового вида, хотя у меня будка, просто через зеркало меня ослепляли. Вы этому не верили. Вам же тут же объясняешь, вы Игоря не слушали, меня не слушали. Вы этому не верите. Вам надо было, вот машина обогнала, вам надо сразу включить свет. Ну просто на будущее, чтобы не было на людей давления. Все. У вас это есть. Что просто очень тяжело ехать. А так, ну, Игорь говорит, дорогу я боялся. Я как бы, мне было это приятно, съездить, я дороги не боялся, потому что я уже по Казахстану помотался. Казахстан это не Россия. Там намного все сложнее. Там и дороги хуже, и все. И как бы я ездил, и спал. И просто я вам боялся еще предложить сразу, чтобы ночевать на заправках, которые потом мы стали, в конце концов, что уже начали ночевать на заправках, это был самый хороший вариант. При свете, у них есть видеокамера на каждой заправке, то есть как бы это можно. То есть не в лесу, это где-то там прятаться все, но и на будущее, что если где-то вы едете на заправках, ночуете, чтобы у вас был, ну, как он, типа, ну, это, сготовить, чтобы можно чай было подогреть этот. Примус, Примус, Примус. Примус. Ну, в последней дороге его не было, то есть мы его, но его не было. Мы ночевали на заправках в последние моменты, мы не могли просто-напросто согреть чай. Мы ходили в кафе и просили, чтобы нам насогрели чай. Вот уже была мелочь. А куда делить Примус? Ну, не взяли с собой его и все. Да. Ну, а так, паси Христос, все, что вы говорили, конечно, я много принял для себя. Еще что, чтобы потом не забыть. Ну, как бы Игорь все сказал, что... Так, Николая жалко нету. Тут Вите нету, кто ездит. Там металлит есть, да? Всевастоправка. Людмила Степановна, Людмила Степановна, на что-то поехали, они по документам. Ну, ехал, да. Да, походами, то есть как бы все можно. Ну, все, ладно тогда. Да, значит, шоферов остальных нету, кто у нас были. Андрей Устинов в Потеряевке, Витя в Потеряевке. Николай не пришел, Севастьян уехал. Ну, видите, машине. Теперь я хотел вас спросить. Скажите, а для чего я это сделал, чтобы вот о них говорили? Это никто бы не знал, не говорили. Для чего я сказал подготовиться, ничего не забыть, все сказать, все, что против иметь. мне это нужно? Для чего я тут все сказал? Для чего я добивался, чтобы они тщательно подготовились, высказали все претензии ко мне? Для чего это сделал? Для того, чтобы в следующей поездке сделать выводы и исправить ошибки. Так, еще для чего? Для покаяния, конечно. Ну, Игнат Федорович, ну вы же диктатор, вам зачем это нужно-то? Вы же диктатор. Да. Вы диктатор? Да. Ну, тогда вам зачем это нужно? А если вы не диктатор, а староста общины, то вам это обязательно нужно. Вы же верующий человек. Спасибо. Вы знаете, что были серьезные обстоятельства. Вы нам уже про это говорите третью неделю, сколько я здесь. Да. Поэтому пора уж начать обсуждение. Так, теперь я даю объяснение. Я вижу, как некоторые сидели, слушали, Лидия Павловна и головой крутила, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То есть он полностью мой имидж разрушил, Игорь сказал. Но вы не забывайте, Иоанн Златоуст говорит, двое, осудятся двое. И хотя бы один потопил, говорит, в противоположную сторону. Судья должен быть беспристрастен. И вы устрашиваете другую сторону. Вы должны быть беспристрастны. Раньше времени головой не качать, не осуждать. А когда я маленькие, упущенные ими детали скажу, вы увидите, чтобы все по-другому выглядело. Все по-другому. И очень даже просто. Он начал с лопаты. Я поясняю. Когда мы уезжали, вот здесь вот разговор был, и везде. Распределим наши обязанности. Кто чем занимается, и за что отвечает. А на щеках. Никто ни за что не отвечает. Конкретно. Шофер отвечает за машину, и приходит, я сразу говорю, занимаюсь машиной. Первым делом. Я взял на себя то, что мне свойственно. Делаю печку, заранее сваренная решетка. Подготавливаю ее. А утром моя задача, или вечером зарыть это. Дальше взялась на себя. То, что я сразу чищу картошку, дальше разжигаю костер. Это моя задача, моя. Приготавливаю туалет, показываю где, чтобы недалеко было, искрытно. А утром заваливать было, я сказал, Сергей Пупков. А лопата у меня весь инструмент, специально тряпочкой перематываю, специального чехла нет. Когда мы туда приехали первый раз, допустим, первый раз, я сказал, ребята, тактика наша меняется. В первую очередь мы договорились. Абсолютное, полное, беспрекословное подчинение старшему. Старшему меня признаете? Ну да. Поэтому на обсуждение выносим, если это уже принято, все, никаких изменений. Я знаю, что мы вернулись живые и здоровые, самое главное. Задача была выполнена. Это понял лучше всех Михаил Кальмаев из Тимирта. Он ко мне подходил, ну не знаю, раз пять подходила тайно, чтобы не... Как я удивляюсь, как у вас время спрессовано, сколько мы успели? Мы успели сделать в три раза больше. Они теряют время. Он Игорь не говорит, он говорил, что мы выйдем, Вадим уже стоит около машины, я стою, ехать надо, Игорь в машине. Игорь, да ты проснулся? Проснулся, сидит. Проходит пять минут, опять я уже собаку выгулил, все, захожу, а он сзади в багажном отделе был. Сидит, один носок надел. Проходит время, второй. Так что с такой, уже десять минут, пятнадцать минут и ты одеваешься. Ну куда ты, я уже с собакой садил в один, конец, в другой, он все одевается. Да разве мужчина может так одеваться? Это значит, в армии не служил, в монастыре не жил, тюрьма тебя не мучила. В армии, мы знаете, когда тревога дается, сколько? 45 секунд. Я должен одеться, автомат выхватить и уже быть там. Речь идет о секундах. Здесь речь идет о десятки минут. Я раз, другое вижу тогда, не то, что я его согласился, он говорит, вот ты видишь, он смирился, я вижу бесполезно, абсолютно. Поэтому я махнул рукой, отошел, хоть пол дня будем сидеть. Он не может одеться, ему нянька нужна, носки надевать. Начинает раздеваться до исподнего. Какое раздеваться, когда мы вышли здесь? Ну солдаты, которые в Чечне воюют, все, они каждый день белье нижнее там просушивают. А здесь на кусты размешивают, пол дня сушить надо. Вернемся домой? Сделаем. Я сказал, теперь, лопату, как только приезжаем, я сразу печку рою, и вот лопата. Быстренько, ребята, сходите в туалет, я лопату завязываю, потому что мы в 2 часа ночи уходим. А когда останавливаемся, сзади спятили, лес, трава, там не найдешь ничего. И светить-то где чего найдешь-то. Поэтому я с вечера лопату, как только я лопату связал, поставить меня, чтобы я отвечал за лопату. В это время Игорь на двор. Игорь, ты что, заднее место мне распорядишься? Ну все сходили, один ты остаешься. Ночью идти, зачем тебе ночью-то сейчас идти-то? Ну ты мог пораньше покидеть, у него точно не будет. Я говорю, когда в СИЗО выводят, утром направо, тебе дается две минуты. И то две минуты не будет. Дальше головой в парашу пойдешь. Ну маленько, научись с тобой руководить. Он говорит, там тебе нельзя сучку, там где такое дель, когда в лесу бывает, там листья, что угодно. Раз ты уже вышел из графика, я лопату связал положить, ты мне заново заставляешь в темноте ее распутывать для одного тебя, что ты не хочешь вовремя сходить в туалет. Он не хочет, он под себя ломает из графика. Как можно это регулировать? Я никого не перерывал, заметьте, я никого не прерывал. Я видел, что говорят не в полноте, я поэтому поясняю. Вот для чего. Посмотреть, на какой стадии они остановились. Никто не назвал эту причину, для чего я это сделал, выявить. И он говорит, костер, тебе не надо о костре говорить. Вы знаете, что человек, который светит в темноте, его видят не на два метра, а на сотни метров. А мы, это было под Иркутском, только что там авария была, там милиция рядом, нам нигде не надо попадаться. Мы свернули, раз неудачно, другой раз, дальше там топ начинается, мы снова выбираемся, ну, другие там случаи какие. Наконец находим место никуда, прямо рядом с этим матрошком. Он уходит туда один, для того, что ямку приготовить, а там, в лесу, там, столько травы, листьев где-то, любым сучком можно завалить. Начинает светить, дальше не только, он не говорит, что он идет дорогой, еще продолжает светить. Я сказал, фонариком не светите, даже телефон, когда говорит, ты где-то закрой все, чтобы небо не видно. Сергей делал замещание. То есть, у вас осторожности никакой. Почему один чеченец вас таких 10-10 положит? Ты знаешь, в войну было светозатемнение, с какой целью? Если человек не подчинился, не закрывает, что с ним будет? Вы себя маленько применяете к другой обстановке. Все сходили. Один, он не может сходить. И он жмет на своем. Я буду ходить в темноте и буду светить. Я должен переломить обстановку. Ходить будешь вместе со всеми, лопату я не буду утро держать. Утром я не могу. А у меня даже картонка, сверху материя, а потом целопалых два мешка, я должен идти веревочка, где лежит. Я делаю это засветло. Я отвечаю за инструмент. Тебе он не нужен. Ходи так. Не смяти. Ой, это экстремальная обстановка. Представьте, для человека в 30-летнем возрасте экстремальная обстановка вовремя со всеми сходить. Они об этом не говорят дальше. Почему? Изнеженность. В этой обстановке вы себя и выявили. К обстановке надо прилагать, я сказал, выполняйте. Чтобы нас никто не видел. Я отвечаю за безопасность. Где поставить машину, где ночью, чтобы к нам никто не подошел. Где собака будет, где ее мне привязать, чтобы ночью на нас нападение были машины и ударили, не додавили. У вас этих вопросов никогда не возникало. Дальше относительно движения. Я не слышал даже, что Вадим говорил. Ну, примерно догадываюсь, раз это он говорил. Наше движение, главный пункт, сводился к безопасности. Встречная машина, если светит, не надо за два километра выключать свет. Тем более, когда перепадки, вот так вот идет, уже выключают. Дальше едем, а который ближний свет, ничего не видать совсем. А я вижу, ничего ты не видишь. Ты не видишь, ты сейчас обманываешь меня. И как? А скорость сто километров. Зимой-то. И в это время он все видит, асфальт кончился, и начальность ухаба, машина чуть не развалилась. Вот такими колдобоинами, как начала. Ну, ты же видишь. Сразу заглох. Он не видит. Он думал, что видит. А машины, которые встречу, ее даже нигде нет, она на дата сверла. Ты метров за 30 за месте выключай. Переходи на ближний свет. Тут учить не надо. Тут так понятно. Безопасность, это первее всего. Это впереди. Теперь, если встречная машина прошла, Игорь говорит, вот я сижу, и думаю, сегодня я не буду делать замечания. Он на ближний сделал, машина ушла, ни одной машины нету. Едет с ближним светом, а ближний свет это 50 метров. Ну, я сижу, вижу, едем уже килограмм. Игорь, а почему не включаешь? Как мне какую-то услугу делать, включил дальнюю. Следующая машина прошла, выключить, не включает опять. Я тогда сказал, определенно, машина проходит полкорпуса, скрылась, выключи, включай сразу. У меня ни разу с Семастьяным не было, сказал, сразу он принял, все. А с Андреем Устином ни разу нигде не было. Это с вами только вот было. Ни разу. Конечно, мы ночами столько не ездили. Это правильно. Теперь, относительно скорости, когда мы ехали на эту дорогу, то эта дорога, сделанная была в страшной спешке, ну, как всегда, штурмуем Берлин, а что 450 тысяч в последний день войны положим, это не касается. И в это время дорога вот так там идет, потопим, она проваливается, и вот такими вот вот идет. Абсолютно, она машину бросает кверху вот так, ну, как сказать, большие лежащие полицейские, один за другим, их может 10 быть-то. Сегодня они туда гонят, машины асфальта гонят, и гонят, и гонят. Там ехать нельзя. Даже на обыкновенной земляной дороге это ехать можно быстрее. Нельзя. А еще скорость. Проходит день, за средства-то отвечаю я, сбора денег, где один раз сделали, и все. Мы поехали, 28 тысяч в кармане. Денег-то нет. Ну, я достал денег. Договорился так. Человек, если где-то надо, там какая-то карта, и в тот город пришлют, спонсор нашел. Это я все на себя беру. Я им отдаю в руки 11 тысяч. День прошел, денег нет. Как? На один день 11 тысяч? Вы, ребята, что-то не то делаете. А ну-ка дайте отчет. Я должен спрашивать отчет или нет? Начинает подсчитывать. Число не сходится. Где деньги? Считает Вадим, у него математика нормально работает. Денег нет. А я мне там не дали, а то как-то не дали. Ты с любым шофером поговори. Шофер отвечает под квиткам. Если нет, еще вот платить из кармана будет. Так что меня вором называете? Вы меня в воростве? Я сейчас сяду и уеду. Еще такой гонор проявляется. Я сейчас сказал, не ладно? Деньги я тебе дал, и в них отчет ты покупал. Ты покупал? Дайте мне отчет. Запишите. Деньги не сходятся. Ребята, давайте посмотрим. Остановитесь тогда машину. Нам не доехать. А не доехать, значит, поворачиваем назад. Моя задача доехать и вернуться. У них этой задачи нет. О, вы готовы были соскочить и уйти. Да какие же это попутчики-то? Попутчики дома, когда жена, юбка, юбка, жены рядом, а там этого нет. Ребята, наша задача доехать. Давайте пересчитаем, почему так много ставил уходить горючего. Да, там дороже, там дороже, но не настолько дороже, не в 10 раз. Дальше, по горам поднимаемся, ну мы и под горы скатываемся. Я начал полный отсчет по цифрам. Ну что не сходится, Вадим подсчитал, и ну нигде нету. Стали там говорить, дают квиток на другую цену. А зачем, а что ты брал-то такое-то? Я же ничего не знаю. Я вам деньги просто даю, и я обязан попросить отсчет. Что я тут сказал? Они про это нигде не говорят. Я теперь открываю обсуждение потом. Значит, вас трогает это больше, чем то, что он говорил. При нем вы молчали. Что получается дальше? Я открываю, которая книжечка дается с машиной. При скорости 60 километров, 15 литров, запоминай, при скорости 80, 17 литров, легко понять, что следующие 20 километров 2 литра жирают. Дополнительные к этому. А они гонят 100 и завалят все время за 100. Гляжу, за 100 завалят. Ребята, давайте остановимся на скорости. Нам нужно ехать. Тем более на этой дороге машина наша подбрасывает, ахнет. У нас такой груз. У ней большой опрокидывающий момент. Я на каждом повороте. Не сбавляет нисколько скорости. Вадим, ну сбавь. Вадим, в течение дня не меньше 50 раз, говорю, на поворотах с той же скоростью гонят. А там никто не вытаскивает, не будет ничего нет. Машина, газель везде пишет, там опрокинулась, там у нас груз, превышающие разумные размеры. Мы груз гоним в ту сторону. Мы почти с полным грузом дошли туда. До конца. И на каждом повороте уже к повороту подъезжаем 100 метров. Вадим, сбавь скорость. Вадим, сбавь скорость. Игорь, сбавляй скорость. Ну на повороте машину прямо так клонят. Вы понимаете, с нами нам не вернутся, ничего и мы не вернемся-то. Я должен был молчать. Ты пожалел, а я не пожалел. Такие соратники у меня явились, с которым трюн-трава я брошу и уеду. Из-за того, что вы вовремя лопату на заднице не дали. Я давал, ты не пошел. Ты вымерил минуты. Определись раз, один раз в день ходим. Пришли на двухразовое питание. Дорога ничего дополнительного. Успокойся. Успокойся. Ты не была там, ты сидела дома, спала. И раньше времени не крути головой. Это осуждение, знак осуждения. Теперь, относительно освещения. А что Игорь пролетел тогда вот это, на 100 километрах, и ничего впереди не видно, и вот так будет. Ой, а как оно оказалось здесь? И все на этом. Ты закончил разговор? Теперь надо смотреть, все ли гайки, ничего не сорвало. А она колотит, бьет ее. Куда-то, там, шагом надо идти. Как в Сковородине мы были, там, два километра в час можно ехать только, не больше. Теперь, относительно освещения, которое машина нас обгоняет. Она освещает зеркала, сзади нас идет, она освещает. Я говорю, скажите, вы знаете, хоть одного человека, шоферов, которых оштрафовали бы, оштрафов миллиону в стране, за то, что он сзади ехал и светил, и за то, что сзади дальний свет и впереди. одного назовите меня. Нигде не было. Ты о его безопасности заботишься. Едешь на малом, а наша безопасность себя не касается. В первую очередь, он нас обгоняет и перед нами дальше нет. Ну, раз он сильно обгоняет, ну, пускай идет, мы идем с стабильной скоростью. Почему он доехал, теперь, тебе надо, чтобы не светить ему, я тогда даю шанс, останавливаю машину. Пусть она уйдет на километр, мы за ней пойдем. Других машин-то нету. Ты вплотную к ней идешь и едешь на коротком свете. Я должен об этом думать или нет? Или его обгоняй. Если впереди машина идет, КАМАЗ, и там клуб и дыма, я говорю, два варианта. Один, ты его обгоняй или отпусти на километр. Что тут непонятно? Зачем нам этой гарью? Вся машина в гаре останавливается. Они об этом не думают. Такое шаблонное мышление. Да я вот освещаю его зеркала, да у меня же зеркала, может, и не работают. Ты о его безопасности не забудься. Едем на дальнем свете, отстань от него, отстань, чтобы нам было видно нашу дорогу. У нас дорога, во-первых, неизвестная. Дорога с большими перепадами, с поворотами. И включает на расстоянии километра два. Не раз было даже так, машина нигде не встретилась. А кому ты короткий свет-то давал? А когда дальний, все эти ограждения, они красные, белые, там все это, видать, прекрасно где-то. Это немалое дело. Это дома кажется нам, а бы как. Моя главная задача была безопасность. И в этой безопасности, я видел, мы начинаем с песок сыпать. И это не раз, не два. Вот маленький пример. Игорь говорит, я что-то устал, я спрашиваю, как нормально, а это для них семечки, кедровых орешек купили, чтобы он жевал, чтобы сон не подходил. Сон достаточно одной секунды, чтобы мы были уже в другом месте. Как с Сергеем Пупковым было. Мы едва, едва не погибли на краю, на расстоянии колеса остались живые. Игорь выйдет, я вокруг машины обойду. Ну, ладно. Вадим как там спал, не спал. Ну, на одном боку не лежал бы он еще шесть часов дополнительно, после тех четырех часов. Он спал. Спал, спал крепко, хорошо высыпался. Но вот он выходит, и я ему говорю, погода на улице холодная, ну, луна. Ты вокруг машины обеи, пошевели так, вижу шофера, останавливаются, тоже бегают. Сон разогнать, это холодная. Ни слова не говоря, как сфинкс садится, ни слова, как будто я ничего не... Я попросил, так, подожди, не трогайся. Я сказал, вокруг машины три раза обеи, и сон разгони. Ты же... Тебе Игорь передает руль. Игорь отработал свою смену, ни слова не говорит. То есть он в упор не видит, так как же с тобой жить можно. Так, Вадим, не с места. Я вылажу из кабины, и побежал три раза вокруг. Я слово сказал, должен выполнить. Я бегу руками в присадку, и зашел. Видите как, можно, ни слова не говоря. Сидит, жует, и жует, что жует, не знаю. Но нам надо ехать. Дальше я говорю, Вадим, ты знаешь, есть такое, вот, был прокаженный неиман, и как он приходил, ему было сказано, не звук, а я тебя спрашиваю, ты это считал? Не слышит. А я сижу рядом, он перенит сиденья. То есть в упор не видит. Ну тогда я тебе расскажу. Я уже понял. Что-то человек, ему было сказано, семь раз обкупнуться в воде, погрузить в себя рдан. Ну представь его положение, когда первый раз, и шестой раз, ну ничего не меняется там. Ну тебе трудно ли было обойти? Ты не думаешь, что он молчит, у него ничего нет. Он срывается. Столько таким голосом говорит, и неостановимый поток, тогда слов идет, как будто у него под напряжением, гайки сорвало, и дальше, я уже не рад ничему, я в угол забился, остановись, остановись, останови машину, в таком положении, ты сейчас можешь такое сделать, крутанует рулем, куда нам не вернуться-то. Я вижу, что не то, что я там смирялся, то, что тебе надо это. Я понял, что это смерть всем нам. Абсолютно неуправляемая. На завтра еще что-то начинаю спрашивать. Ну ты это слышишь? Ноль внимания. Я все время спрашиваю, ребята, у вас сколько в баке горючего? А почему? Да потому, что доходили до пустоты, ноль. Пустой бак. Но мы-то иногда в горах идем, если не хватит, там никто дорогой не даст. И я постоянно спрашиваю, сколько? Наконец, второй раз натолкнулись, кончается, 4 литра осталось. И оба раза Игорь прогорел. Тогда приняли решение. А почему не заправлялись? А надо искать там Севернефт или что-то. А эти какие-то названия другие там, это плохой бензин. Откуда ты знаешь? Анализы не делали. Тогда приняли решение. Если половина, на любой ближайшей станции мы заправляемся. На любой. Тем более, у нас запасные 20 литров, говорят, если разбодяжить можно где-то. Это договорились? Договорились. Еще раз повторяю, мы договорились, и значит, мы заправляемся. Я снова спрашиваю, подъезжаем, уже скоро впереди заправочная станция. Вадим, сколько у нас горючего? Ну, внимание. Я спрашиваю, снова рядом сижу, представь, мое положение. Я спрашиваю, Вадим, сколько в баке горючего? Я же не вижу. Хватит. Понимаете? Едва, едва, губы разлепил. Хватит. Это не презрение. Это не то, что в упор не видит. Я еще раз спрашиваю, сколько бензина? Мне нужно знать, больше или меньше. Вот за правочным подъезжаем. Ни слова не говоря, не тормозит, мимо мщится. Я спрашиваю, почему не остановились? Когда ясно делал, что давно уже мы едем. Я не понимаю, но по расстоянию у меня хватает понятия, что без бензина нельзя ехать. А впереди будет еще. Подъезжаем вперед, не работает. А дальше впереди неизвестно, сколько будет. Ну и что? Сразу замолкли. Да какой вариант лучше? Мой или ваш? Мой вариант? Доехать. Ваш вариант, разницы нет, настоять на своем. Так это, это не в одном деле. В самом маленьком, где бы еще не было, начинает давить на свое. Ну нам доехать, ребята, надо. Доехать туда, все сделать и обратно вернуться. Ну и как заканчивали? Молитвой. Вот мы находимся в Большом Илую. Выезжать. Я дорогу-то плохо запоминаю, но тут вижу. Вот сюда надо. Витя решает по-другому ехать. Объезжает вокруг. Я говорю, не туда едем. Мы были у кладбища, сейчас вернемся туда опять. Приезжаем то же самое кладбище. А это ни худо, ни бедно, ни два километра. Он снова едет. Я говорю, давай вот у этих людей спросим. Ну спросим. Вот люди, это живые люди, они знают, как выехать из этого села. Не знают. Еще раз объехали, опять к кладбищу подъехали. Я говорю, тогда вылезем из кладбища, пошли на два часа по кладбищу будем ходить, молиться. Ну это безумие просто. Выкатаемся на одном месте. А они не договаривают. Он говорит, улан-удэ, Игорь. Да, улан-удэ, но он не говорит следующее. Когда въезжаем в город, я говорю, ребята, вы помните, где мы заехали? Вадим сразу, у меня отличная память, я все помню. Я понял, ничего нет, ни памяти, ничего нет. Я говорю, моя задача. Мы заехали, спросили, где библиотека. Теперь задача выехать из города, и выезжайте той же самой дорогой. Давайте не будем это. Вот уже как бы по народу ушло. Мы уже все ушли. Вадим, мы все поднагодно вытаскиваем все. Я говорю о дороге, спокойно. Я выслушал и справедливости, и однако выслушал. Почему нет справедливости? Какие нет справедливости? Теперь я поясняю. Когда мы заезжаем... Вадим, вытаскиваем, молчи. Тихо, тихо. Вадим, это о чем-то говорит? Да говорит, конечно. Но представь, что это мы вам вжатого... Вы извините, вы так же давили на мою психику, что жена со мной не хочет жить, что я такой псих, что там это, что жена из-за этого не стала жить. Вадим, я тебя не перерывал. Вот так ты молчишь, молчишь, а потом как сорвался, полдня не могу остановить. Это не то, что... Ну, сейчас ты можешь помолчать? Вы говорите. Да молчи. Ну вот это пожалуйста. При людях даже ты не можешь помолчать. Я ни одного слова не сказал. Все доказывается. Теперь. В Улан-Вуда заезжаем, и я говорю, ребята, посмотрите, как выезжать. Выезжать только той дорогой. Вы представьте мое положение. У меня память на дорогу слабая. Я гляжу, едут не в ту сторону. Я остановил. Ребята, остановитесь. Даже не останавливаются. То есть, они полностью пренебрегают руководство. Я говорю, мы едем не в ту сторону. Ну, мы спросили, там дорога, там где-то... Какая дорога? Я сказал, фура. Фура, если идет, это длинная. Мы идем правильно. Нужно на эту дорогу выехать фурой. А они у какого-то мужика, у колонки, начинают спрашивать. Ребята, а я не вылажу. Что он сказал? А почему шопера по ней не идут? Я спрашиваю, как совершенно не разбирающийся. Но эта дорога такая же хорошая, но она короче на 70 километров. И шопера едут вокруг 70 километров, гонят тысячи фур. Что-то не то здесь. Выехали дорога, а дорога там из таких плит, и она вот так вот колотит, колотит. Едем сейчас, дальше. Ну, ребята, ну и какой-то конец должен быть. Почему ни одной фуры нет впереди, ни одной машины нету? Ну, остановитесь, кого-то спросите. Вот этот шопер стоит, что-то остановитесь, проезжают мимо, еще едут. 150 километров в один конец гнали. Наконец спросили, а мужики, говорят, совершенно не туда едете. Галя, Галина Ивановна, представьте, 150 километров по плохой дороге мы гоним в другую сторону. Остановились. Что делать? А ничего не делать, ребята. Из машины долой, они пошли в одну сторону, я пошел в другую. Будем молиться, и все. Я ушел там, там мои слезы остались. Я вижу, что полностью из-под контроля все вышло. Почему? Они с Игорем сразу слепились, и как будто друг друга давно знают. Хотя друг друга на полчаса не потерпят. Это я уже знаю, эту тактику. Я знаю, кто это слепляет. Зачем мы заехали туда, где никто не ездит? Мы иногда заезжали туда, коровий след только шел. По коровьему следу ехали. Здесь выезжать надо. Куда выезжать? Теперь только назад, в Улан-Удэ. Еще 150 наматывайте. 50. У нас все записано. Успокойтесь. Представьте, мы едем назад. Теперь он говорит про милиционера. Представьте, назад проехали. Я говорю, вы заплатите за этот бензин, за потерянное время вам не заплатить. Я отвечаю за это. Да уезжайте, бензин-то не ваш бензин. Деньги не ваши. Теперь приехали туда. Где спрашивают? Я всегда обращаюсь к милиции. А в милиции разные люди. Он открывает там карту, начинает говорить, я сам тут не знаю это. Я подошел, услышал. В это время я решил сам договариваться. Таксист говорит, проще всего так, я еду туда, маршрутка. И я вас выведу туда. Там тут правда сложно выезжать. Поэтому что я должен делать? Маршрутка же не может стоять. Я кричу, Игорь, пошли сюда. Если бы он послушался, мы бы прямо с ним и сразу выехали. Не тут-то было. У него свой план, милиционер, а по тому плану, что он берет, уже мы не поедем. Мы едва-едва выехали. Им все равно гонять. Возвращается на то место по три раза. На одном месте могут стоять сколько. У нас, понимаете, уже город мы потеряли. А город потерять для нас иногда день, значит. Приехали мы туда в шесть, библиотека закрыта, главный пункт закрыт. Нам уже делать нечего. Мы экономили так время, что даже от заправки на ходу садиться, когда машина трогается. Но самое главное, что мы доехали, мы вернулись. И когда вот такая была критическая обстановка, ответ был один. Прекращаем ехать, выходим на молитву. Помолились. И сколько будем? Ну, часа два походим по степи, помолимся, маленько охолонимся и дальше будем рассуждать. Как нам дальше ехать? Это вот то, что они говорят. Вот, я сказал там, почему вы мне не сказали, что поехали другой дорогой-то? Они от меня тайно-то делают. Мы договорились, выезжаем той дорогой, к которой приехали. Что, непонятно-то? Нам показали, как ехать. Это самая короткая была дорога. Нет, они без меня начинают камлыжать там, еду другой дорогой, угнали в такую степь, вернуть нельзя. Спрашиваются, а почему вы это делаете? Потому что без совета. Без совета. Тебе это нигде не позволят играть машиной, людьми, ни в армии, нигде. Моя задача за безопасность людей, за время и вернуться. Вот, Михаил это, он понял, это, Кальмаев, что сжатое время, у нас нигде ничего не пропадало. Здесь мы потеряли много времени. Но Бог позволил так, что мы, ну, в общем-то, сложности вернулись и вовремя. Это нам необходимо сегодня было узнать. А как будет дальше? Бог усмотрит. Заранее никак нельзя сказать. Но, возражения, когда уже решения приняты, не допускаются. У тебя возражения есть о каждом? Говорят, давай, говори. Что ты предлагаешь? Как нам бензин сохранить? Никак. Самое простое, это сбавить скорость. Кое-где большие пункты, Николай Снавури мы бросили, Комсомоль Снавури мы отрезали, то есть где далеко ехать, мы маршрут стали мешать. Но, конечный пункт Владивосток был достигнут. Вот и все. Вы в это положение войдите. Главное было выполнить. Мы его выполнили. Вот для чего я просил подготовить этот материал и сказать, какие были несогласия, и как их избежать. Избежать, может быть, не удастся, но думаю, что в таком сильном противлении вряд ли когда это еще будет. Кое-что надо пересмотреть. А жестко. А так, другого не бывает. Командир никогда не бывает на поводу подчиненных. Ни в одном месте я ими не командовал так, чтобы это было. А ты не шофер? Я не шофер. Я и курица, но видишь, если разберусь, какой вкус ее. Вот и все. Теперь, говори, что хотел сказать. Мне кажется, Игнатий, вам надо тоже сдать на права, и вы немножко будете все-таки где-то заменять вас. Реально так, невозможно, 73 года, и глаза не смотрят. Ну, по делу, говорите что-то, сдать права. Я не могу. Погромче. 30 тысяч рублей и три месяца, и все. И вы хозяин, и вам не надо вот с этими сплюнтями ездить, понимаете? Так ты понял, что нужно сделать-то? На права сдать. Да нет, перестань, Николай. Что перестань? Когда после 30 лет человек садится за права и начинает ездить, шанс попасть в аварию у него, кажется, на 50% больше. Посмотрите статистику. В аварию попасть у вас и здесь, и стоя здесь есть. Нет, Николай, как невозможно? Можно так, что ты поедешь за шофером, вот так как можно. Вот поэтому-то я и не поеду, что это невозможно. Нет, тут два медведя в одной в итоге не живут. ты здесь только сделал для машины, ремонтировал, что тебе, говорят, цены нету для нас. Да мне цена... Они бы нас загнали десятки раз, еще в этот сет. Так, Игнать, Тихо, а можно... Вот тут много разошлось, у меня... к нашим баранам вернуться. Я хочу вот... На вот этой вот, так сказать, волне... Зачем? Хотя, может быть, оно и неправильное, а может быть и правильное. Всю вот эту вашу энергию, которая вот сейчас у вас нацелена на распространение книг, заметьте, не проповедь, а распространение книг, направить на то, чтобы у нас был священник. Мое предложение такое. Мое предложение. Как именно ты предлагаешь? Какое отношение имеет к священнику-то? Кто? Ну, какое отношение это имеет? Вашу энергию направить туда. Стоп, стоп, стоп. Я еще не кончил. Я сейчас хочу сказать вот что. Сейчас у нас все брошено на самотек. Батюшка одно письмо отправил, с уведомлением нет. Был ответ, что-то нет. Второе. Неизвестно будет и нет. То есть мы целиком доверились отцу Якиму и вам. Как-то, ну, старшим и более опытным духовно. Будем так говорить. То есть тебя интересует вопрос общины. Как будет дальше? Совершенно в дырочку, как говорят. Да. Вы понимаете? Чтобы не летали, как вороги. А что ты думаешь, батюшка должен был ответить? Стоп. А я не знаю, что батюшка должен был. Он пастырь. Никто не знает. И Ларион не знает. Он ведет баранов. Почему это никто не знает? Никто не знает. А я знаю. Давай. А я знаю. Собираемся. Сейчас собираем сколько? Ну, к примеру, по 50 тысяч. На троих человек и отправляем к Лариону. Вот и все. И не уходим от его кольца, пока не рукоположат нам священника. Вот и все. Не знаю, кто будет. Ну, определенно, что не будет. Тихон или кто-то рукой, на безразности. Не будет для России рукополагать. А почему только он-то? А почему Тихона нету, что ли? Ну, мы решили, что мы находимся здесь. Вот мы решили, и сидим вот здесь вот, и все. Ну, а что надо? Вот сейчас вот отец Яким эта пружинка у него сгнила, он раз и приставился. Еще. А у вас осталось тоже 3 года. И что? Николай, мы сейчас говорим о путешествии. Относительно... Да, у нас путешествия вон куда ждет. Сейчас, объясню. По частям. Это у нас неблаговестие. 240 раз минимум я выступал только. Ну и что? Как что? Вот они просто так, я по почте прислал книги. Игнать Тихонов. Ты понимаешь, тут они свидетели. И каждый раз я должен обстановку переменить, и где выступать, какие люди, какие вопросы, и заходят, иногда у них там семинары идут, семинары. Это неправильно ты сказал. 240 раз пришлось минимум мне выступать. Они просто книги. Это для него книги. Он сидел там в машине, вышел и... Я сейчас... Я-то говорил о Дубове. О Дубове мы не говорим сейчас. А относительно того, что будет дальше, никто не знает. Ни Ларион, никто. Патриархия знает, чтобы нас прихлопнуть, и нас не было. Да кому-то зачем тут тогда сидеть? Я поэтому сказал, что мы... Слушать байки из склепа, что ли? Мы не боимся этого. Потому что мы признаем благодатность московской патриархии. И поэтому даже батюшке ничего нет, мы ничего не потеряем. То есть потерять потеряем, но не то, это общий наезд. Наступил пост, мы свободно причастились. Мы сегодня проводим собрание. То есть батюшки вообще как будто бы нет. Это как Юрий Деточкин. Он не виноват. Но он виноват. Вот и все. Нет, ничего не взять зад, Николай. Ну что ты будешь делать? Ничего ни один человек сегодня не скажет. Не Ларион. И в тихий был, почему и руку положил? А право отняли. Рукополагай. Кто? Как-то патриархия. Ну как может человек отнять право Божье? Ну не пойдет это, Николай. Я тебе реально не говорю. Ну давай, ты можешь так рукополагать. Давай, тебе сегодня дали миллион, поезжай. И Ларион сказал, я этого права не имею, потому что не моя экономическая территория. Все. Мы уже объединились. Съединить под патриархи, он говорит.